Хей, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. Сегодня у меня в обзоре игрушек то, что было, наверное, уже у каждого популярного блогера, да, и даже те, кто не занимается блогингом. Ну, или как это называется. В общем, у меня сегодня на обзоре кинетический песок. У меня уже есть... Так, сейчас. У меня уже есть большой кинетический... Вот, видите? Это то, что я сегодня буду обзоровать, это то, что я уже давно купил. Ну, сегодня он нам не понадобится. В общем, у меня... Ну, в общем, тот кинетический песок у меня уже давно, еще до того, как я занимался Ютубом. А этот у меня появился совсем недавно, я его также купил в парке, как и предыдущие игрушки, эти псевдомашинки. В общем, стоят они 70 рублей. Вот. 7... 70. 70. Блин. Свет. Вот. Вот. 70. Вам видно, надеюсь. Так. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что там. Так, это у нас для постройки замков. И... Вот он наш песок. Я думаю, то, что он такой не очень сейчас похож на этот кинетический песок, и нужно его размять. Ребят, походу, мой кинетический песок слишком долго стал на прилавке, и уже начал подсыхать. Хоть свойства у него и сохранились, вот эта рассыпчивость, и... Что, и сохранять форму, но он пристает к рукам. Так. Давайте... Ну, хотя бы собирается. Так. Не знаю. Так. Может быть, еще его поразмять немножко. Так, ну, он уже достаточно мягкий. Это, наверное, те песчинки, которые уже не хотят с ним слипаться. Сейчас я их обтряхну. И... Вот он, наш песок. Кусочек. Так, если его медленно, то он начнет рассыпаться. Так, ну, давайте попробуем сделать формочку, как нам это предлагают производители. Так, ну что, я собрал так. Нет, походу, он все равно липнет к рукам. И это очень противно. Это большой минус. Китайцы, блин. Да, кстати, он сделан в Китае. Сейчас, блин, где тут... Тут где-то было написано. Ага, вот. Не знаю, вам, наверное, не видно. Тут написано Made in China. Так, он... Блин, он представит... Я не знаю, как с ним играть можно. Все. Так. Я надеюсь, он нам больше не понадобится. Давайте вот из этого формочку попробуем сделать. О, ну форму он держит. Можно взять спокойно в руки. Вот, хорошо отпечатались вот эти ступенечки. Что тут есть? Вот они. Ну, давайте, я не знаю, попробуем разрезать его, что ли. Ну, а что, все так делали, я сделаю. Хотите кусочек пирога? Пирога. Ну, маленький... Нет, наверное, я его сильно утрамбовал, и поэтому он пока что не тянется. Так. Давайте попробуем этот, что ли. Класс. Блин, жаль, у меня камера телефона, и она плохо передает все то, что тут происходит. Ну, в общем, не считая того, что он сильно, сильно, очень сильно прилипает к рукам, он довольно-таки классный и очень похож на настоящий. Ну, хотя это и есть настоящий, просто китайский. Так, ну, я не знаю, давайте хотя бы, чтобы я не так сильно разочаровался, этот я закрою. Пойду продам кому-нибудь в лагере. А этот я вам покажу и поиграю с ним. Кстати, ребят, вот про этот кинетический песок я сейчас на него посмотрел, вспомнил. Я, вот тот лизун, который у меня был в одной из предыдущих серий, я его смешал с этим кинетическим песком, синим, и сейчас я вам покажу, что с ним получилось. Вот, ребят, теперь этот лизун, он был желтый, потом он стал, потом из него, скорее всего, вышла вся влага, он стал очень маленький, и был такого зелено-противного цвета, ну, а сейчас он синий, я смешал его с этим песком, брал вот так вот, насыпал, и заворачивал, и смешивал. И теперь он тянется, но он очень плохо тянет, вот, очень плохо тянется, и сразу начинает рваться. Теперь он не такой расплывчатый, то есть, если его, вот, бросить, он скорее отпрыгнет, потом остановится, и так и останется лежать. Но, все равно он лучше, чем тот, который у меня, получается, из которого вся вышла влага, и он был не такой классный. Его даже реально было противно держать в руках. О, ладно, это другое дело. А теперь синий. Так, этот, кстати, я не помню, говорил, нет, стоит 70 рублей, а этот у нас стоит, блин, по-моему, 250, что ли, 230 рублей. Он, как видим, видно, надеюсь, то, что больше. У него больше вот этой рассыпчивости. Вот, вот это вот намного красивее, это другое дело. Вот, блин, я с ним, я залипаю с ним. И давайте, наверное, все-таки из него и сделаем нашу башенку. Видите, он к рукам не пристоит вообще никак. Вот я его беру. Вот он у меня падает. И руки у меня абсолютно сухие. Вот. Так, теперь насыпаем сюда песочка. Синенького. Хотя цвет синий тут, вот этот хоть и лучший песок, но он синий, а этот более такой зелёный. Ну, я даже не знаю, как он называется правильно, такой цвет. Блин. Из-за солнца, вот, закрылся солнце. Вот, думаю, вам сейчас видно, что это за цвет. И мне кажется, что такой цвет светится в темноте. Ну, не в темноте, под ультрафиолетом. Ну, я потом проверю. Если я не вставлю... Если вы не увидите, как я проверяю, светится он или нет, значит, он не светится. Так. Ну, я думаю, всё. Так, теперь из этого можете сделать такой холмик, на котором будет стоять наша башенка. Так, ты пока уходи, башенка. Давайте удрамбуем, чтобы всё было классно. Так, теперь приплюснем. Так. И... Вылезаем. Вот. Наша башенка. Вот, она очень так... Этот песок также очень хорошо оставил отпечатки, то, что были здесь вот. Я даже не знаю, что это башенка или ступеньки какие-то. Но... Этот песок реально круче, чем этот. Я его оставлю, чтобы вы всё время видели. Он так же режется. И даже круче. Так, сейчас я вам покажу. Этот вот... Да, вот этот даже был утрамбованный. Он всё равно больше рассыпается, чем тот. Ну, и я знаю, конечно. И, наверное, все вы знаете. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы смотрели популярных ютуберов. И знаете, что будет, если смешать два вида песка из разных фирм. Но я всё равно сделаю это. Этот у меня, я так понимаю, отечественного производства. Домашняя песочница. Песок для детей и моделирования. Хотя тут не написано, где произведено. Но абсолютно всё на русском. Сейчас я поищу. Я... Вот сколько он у меня уже, этот песок. Я даже не знаю, где он произведён. Да, единственное обидно то, что он стоит, конечно, не дешёвых денег. Ну, у меня вообще в городе дешёвых. Мне в жизни повезло. Но у него строугодности сколько там где? Один год, да. Но, думаю, если его хранить хорошо, то может месяц прибавиться. Ладно, давайте высыпем весь. Утрамбуем. Ты исчадия ада китайского происхождения. Иди тоже сюда. Блин, ай. Так, давайте его утрамбуем тоже как-нибудь. И берём... Не знаю, я не хочу портить, ребят, но берём маленький кусочек. Очень маленький. Очень, очень маленький. И очень маленький отсюда. И смешиваем. И смешиваем. Ну, ребят, я не знаю. Я перемешал. Вроде он лепится. Лепится? Лепится. Сохраняет форму. Тягучесть у него... Эй, не такая уже. Чё, всё, я сломал песок. Я сломал песок. Чё, серьёзно? Нет, это не такое удивление, как с теми игрушками про формулу 1. Но это... Ну, как не удивление, а... Скорее, я... Констэ... Констэ... Говорю факт. Так. Нет, всё, ребят, мы испортили пес... Нет, я испортил песок. Вы просмотрели, как я это делаю. Он даже не захотел до конца смешиваться. Ну, и что? Ну, и, скорее всего, на этом всё. Сейчас я его беру тут вся на столе. И мы продолжим. В общем, ребят, всё. Мы испортили песок. Он потерял свои свойства. Ну, не знаю, форму он держит, но к рукам сильно пристаёт. Фу, блин. Нет, кстати, пристаёт зелёные частички. Так что это не проблема смешивания, а проблема именно китайского песка. Ну, что ж, ребят, так же, как и с лизуном. Кстати, там под тем видео с лизуном так и не набралось 10 лайков, поэтому ждём. Я покупаю очень много лизунов и делаю то, что вы предлагаете в комментариях. И, кстати, в комментариях так же пока ничего нет. И вот с этим песком, я думаю, будет тоже... Вот с этим. Этот мне жалко, этот хороший. Вот с этим песком я буду делать эксперимент. Если мне его не хватит, я так же куплю ещё. На него мне-то точно хватит. Ну, правила такие же. 10 лайков. Плюс я жду комментариев, что мне с ним делать. И, наверное, создам новую рубрику, там я буду мучить всё. Ну, не всё, а большинство того, что я покупаю. И пишите что-нибудь оригинальное, чтобы не повторялось, как у других блогеров. Также, если под видео наберётся 10 лайков, но не будет комментариев, я, скорее всего, ну, буду брать какие-нибудь стандартные или, наоборот, очень нестандартные эксперименты. Ну, что ж, а всем спасибо за просмотр. Если тебе не лень, дорогой друг, поставь лайк, подпишись на мой канал, и ты будешь жить вечно. Нет. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok